уважаемые тельцы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 30 октября по 5 ноября включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как женщинам так и мужчинам я вас всех приглашаю к своему столу что мы сегодня будем просматривать общие характеристики всей этой недели все что может касаться и дома семьи и отношений и рабочей профессиональной сферы также рассматриваем ваше финансовое поле доходы расходы также кредиты посмотрим что в скрытых факторах подведем итоги этой недели в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора и сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания та карта которую я достану самые последние и ответит на загаданный вами вопрос думайте сейчас колода настраивается на вас на столе вы видите еще одну колоду которую я также буду использовать для дополнения в конце основного расклада и напоминала что все те кто знает свой асцендент просмотр вы можете делать как по асценденту так и по своему основному знаку зодиака и то и другое абсолютно верно колода готова и я приступаю выкладке уважаемые тельцы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его прочтению в основе вашего расклада я вижу четыре старших аркана плюс еще два старших аркана центральной вертикальной линейки и в большом и в малом кресте вашей жизни такое большое количество карт старших арканов говорит о том что в этом периоде происходят какие-то очень важные события которые кардинально что-то могут менять есть процессы на которые вам влиять сложно но вы что-то способны корректировать в этом периоде я вижу что у вас завышенные требования не только к себе но и к другим людям завышенное чувство справедливости если у кого-то из вас что-то оформляется в официальных казенных домах любые документы любой важности то скорее всего вам придется еще ждать решить вопрос возможно но на что-то просто нужно время я вижу что жизнь вам во многом будет предоставлять выбор вариантов и возможностей и также вам во многом будут помогать высшие силы если меня смотрят женщины очень много в этом периоде будет зависеть от вас самой но я вижу еще одного мужчину который также может влиять на вашу жизнь с которым вы будете связаны и это будет не один человек и вижу еще одно важное мужское лицо если говорить о мужчинах то я вижу что вы взаимодействовать будете еще с одним мужским лицом и с женщиной важной для вас потому что от этой женщины также во многом может зависеть ваше будущее расклад начинается с пятерки чаш эта карта может говорить о том что начало недели начинается немножко грустно почему потому что вас что-то беспокоит эта карта может показывать некоторую апатию некоторую усталость некоторую неудовлетворенность жизнью то есть попросту когда из-за чего-то могут опускаться руки да когда долго что-то например не получается или что-то по-прежнему на месте при этом я вижу что вы еще кому-то должны помочь или в вашем ближайшем окружении есть человек за которого вы отвечаете как будто бы вы кого-то жалеете и кто-то нуждается вашей помощи потому что рядом с вами человек с определенной проблемой и об этой проблеме как раз в начале недели вы и думаете если говорить об уровне вашем энергетическом он довольно таки слабый по пятерке чаш поэтому вам нужно как-то восстанавливать свои силы свой энерго ресурс вам нужно как-то восполнять и для вас на этой неделе показан любой отдых в приятной компании на входящие события для вас выпала карта четверки жезлов эта карта праздника эта карта дома семьи эта карта может показывать любые радостные события когда-либо вы у кого-то в гостях либо кого-то вы ждете к себе но возможно вы действительно что-то будете отмечать может быть у кого-то юбилей день рождения свадьба кристины возможно кто-то празднует хэллоуин и для вас это большой праздник тем более что и в центр расклада выпала десятка чаш и эта карта говорит о том что в конечном итоге вы будете чем-то удовлетворены потому что вы радуетесь потому что есть люди которые любят вас и которых любите вы но не все так просто потому что в малом кресте вашей жизни выпала пятерка мечей и в скрытых факторах я вижу пятерку жезлов а это карты огромной борьбы и конкуренции также нечестности или подлости других людей в отношении вас а это говорит о том что у вас есть враги и эти враги рядышком они не дремлют они активны такое чувство что за вашей спиной какой-то сговор вы пока этого не видите вы пока этого не понимаете потому что вы заняты или увлечены своими делами но позже я вижу что вы все-таки с кем-то столкнетесь в противодействии выяснений отношений то что касается вашего финансового поля так как в дом ваших финансов выпал 12 старший аркан карта повешенного она говорит о том что финансово также что-то пока тормозится то есть либо вы не то получаете деньги либо вы недостаточно получаете возможно у кого-то пока вообще нет никакого источника дохода если вы не работаете возможно у кого-то это определенные долги потому что это все-таки повешенной если долги имеются даже если вы зарабатываете и у вас есть основная работа все равно есть сложности с отдачей этих самых денег но в вашем случае все же повешенный выпал в перевернутом виде а это говорит о том что ситуация будет меняться в лучшую сторону но крайне медленно возможно кто-то просто даже своей завистью вас пробил на энергетическом уровне а я вам говорила что по первой карте вы ослаблены тем более что пятерка мечей параллели с картой повешенного которая выпала в дом ваших финансов это говорит о том что кто-то очень сильно завидует или вашему успеху или вашей успешности или тому как вы зарабатывали раньше или как вы зарабатываете сейчас и тут может бы даже это что кто-то пытается завладеть чем-то вашим также а чьей-то злобы может также перекрываться ваш денежный канал потому что здесь есть некоторое перекрытие и об этом нужно задуматься также пятерка мечей может говорить о том что в какой-то момент вы кого-то в чем-то подозреваете или вы сами может быть по какой-то старой ситуации желаете мести для своих врагов но расклад вас предупреждает о том что что посеешь то и пожнешь посеешь ветер пожнешь бурю посеешь хорошую почву благоприятные зерна получишь позже в чем-то хороший урожай и одно вытекает автоматически из другого начинает работать причинно-следственная связь по карте правосудия возможно вы сами раньше в чем-то допустили ошибки кому-то доверились или даже сами может быть себя в чем-то неправильно вели в отношении других людей потому что кто-то негативом дышит вам в спину вам может казаться что жизнь несправедлива или эти люди себя или определенный человек ведет себя неправильно но стоит задуматься о том а вы все ли делали до этого правильно своих ошибок как правило не видно хотя я вижу что вы что-то пытаетесь в себе прорабатывать вы пытаетесь что-то понять для того чтобы больше ошибок прошлого не повторять эти вопросы справедливости могут касаться не только взаимоотношений с другими людьми или конкретным человеком они могут касаться и работы потому что в работе тут нужно что-то корректировать какие-то старые ситуации по работе тоже могут давать о себе знать финансовый поток ослаблен тоже не случайно даже если вы трудитесь с утра до вечера на этой неделе все-таки есть возможность больше отдохнуть и об этом говорят две центральные карты те у кого есть основная работа я не вижу того чтобы вы свою работу потеряли но это могут быть интриги внутри работы внутри коллектива даже если у вас есть всего лишь один партнер и вы работаете на себя все равно откуда-то рядом исходит негатив на внешний мир для вас все-таки выпала карта рыцаря монет а это говорит о том что к вам будут поступать какие-то хорошие предложения в плане денег заработка или работы для женщин это может быть предложение связанные с мужчиной или с мужчиной вы что-то обсуждаете или с мужчиной вы что-то решаете и я вижу еще одно влиятельное мужское лицо человека который вам также чем-то покровительствует и помогает для кого-то это может быть даже отец дядя старший друг это может быть какой-либо чиновник это может быть даже для вас как человек который в чем-то является духовным наставником или лидером в чем-либо с которым вы можете советоваться по каким-либо важным вопросам вопросы финансов и траты для вас могут стоять очень остро поэтому вам нужно что-то присматривать или решать либо в деловой либо финансовой сфере для тех кто совмещает работу и учебу возможно у вас возникают какие-то сложности или накладки тяжело в какой-то момент совмещать самое главное чтобы вы не бросали не работу не учебу а продолжали все это совмещать потому что в будущем я вижу что вас ждет успех для вас выпла карта звезд вы показаны как человек очень талантливый очень одаренный поэтому идите за своей мечтой за своими надеждами и здесь он также будут помогать высшие силы давайте все-таки возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех кто при работе и те кто пока не работает те кто при работе что вам нужно знать для тех кто при работе выпала карта короля монет эта карта однозначно говорит о том что вы сможете заработать эта карта уверенных и хороших финансов для мужчин тельцов по этой карте вы показаны собственной персоной как человек очень практичный очень деловой очень грамотный в своей профессии или в том деле которым вы занимаетесь при этом вы успеваете решить что-то не только по работе но и что-то решить для дома для семьи для близких людей потому что много из того что вы делаете вы делаете не только для собственного комфорта и собственного блага но еще и для кого-то из близких а для вас комфорт очень важен так как эта карта сама по себе материально она говорит о том что в этом периоде вас ждут хорошие финансовые поступления если говорить о женщинах то снова таки на ваши либо финансы либо работу повлияет мужчина или с мужчиной вы что-то обсуждаете что-то решается еще одна карта это восьмерка чаш а это говорит о том что в какие-то моменты накатывают усталость вы что-то делаете вы чему-то отдаете очень много значения очень много что-то вкладываете и сил и энергии и труда но такое чувство что вам хочется сменить обстановку вам хочется заняться чем-то новым и все то что раньше было таким важным и значимым может на какое-то время отходить в сторону может быть кто-то действительно хочет сменить работу уйти с основной работы и найти себе что-то другое даже если вы не собираетесь уходить возможно это просто накопившаяся усталость а по первым картам мы это прослеживали не спешите ни с какими выводами а действительно отдохните потому что ваша склад выпала и четверка жезлов и десятка чаш которые рекомендуют настоятельно отдых но теперь возьмем карты для тех кто в этот период вошел без работы но например вы работу активно ищите и для вас выпала карта короля жезлов снова виде мужскую фигуру и для женщин и для мужчин эта карта может говорить о том что с трудоустройством может помочь мужчина или от мужчины также что-то будет зависеть сейчас настоящее время если говорить о мужчинах-стельцах то по этой карте вы возможно даже могли бы начать какой-то свой собственный проект вы могли бы с кем-то посотрудничать если у вас есть какие-то старые связи контакты друзья люди с которыми вы сотрудничали раньше по этой карте стоит напомнить о себе стоит лишний раз с кем-то выйти на разговор если у вас есть кому что предлагать предлагайте но скорее всего рядышком с вами есть человек который как раз и хотел бы с вами иметь дело и тут тоже может быть любой важный разговор даже если у кого-то сейчас есть временные финансовые затруднения то по этой карте под эти финансовые затруднения также будут решены по крайней мере в периоде этой недели что еще вам нужно знать для вас выпала карта верховной жрицы в этом раскладе это карта показывает женщину со способностями таролога астролога психолога возможно кто-то из вас будет обращаться к такой даме для того чтобы понять как вам двигаться дальше потому что будут возникать знаки вопросов по этой карте в я вижу что вы пытаетесь что-то просчитать но всего видеть и знать вы не можете потому что эта карта говорит о том что многое пока от ваших глаз скрыто и как бы вы свою жизнь не пытались распланировать есть еще высшие силы есть еще какие-то факторы есть люди которые также на вас могут влиять но пообщавшись с кем-то вам стало бы гораздо легче потому что многое в вашем сознании или вашей голове стало бы на свои места я не вижу того чтобы вы особо по этой карте унывали возможно кто-то в себе чувствуют способности и меня могут смотреть люди которые практикуют что-то с картами с магией психологии гипнозом все это может быть вам очень интересно но теперь возьмем дополнительную карту для тех кто на пенсии или вы в силу других причин дома что нужно знать вам для вас выпала карта пятерки монет карта сложная по финансам потому что она действительно показывает очень слабые деньги очень маленький доход если это выплаты от государства они недостаточные и конечно по этой карте вы себя можете чувствовать очень и очень некомфортно и также карта может говорить о том что на физическом уровне тоже могут быть беспокойство в особенности у тех у кого есть хронические заболевания или кто-то может болеть в этом периоде рядышком с вами поэтому берегите себя и своих близких а я вижу что рядом с вами есть человек с которым связаны ваши волнения кто-то вашей помощи еще нуждается тем временем когда вам самому или самой эта помощь также нужно эта карта может говорить о том что какие-то моменты вы начинаете терять веру во что-то хорошего что-то светлое начинаете негативить депрессировать а делать этого не стоит таким образом проблема будет не решаться а только усугубляться поэтому обязательно должны быть правильными мысли формы по раскладу я вижу что вы можете найти выход из любой ситуации тем более что в малом кресте вашей судьбы есть три замечательные карты четверка жезлов десятка чаш и карта старшего аркана звезд десятка чаш диагонали с императрицей в одну сторону в другую сторону она диагонали с карты влюбленных картой выбора поэтому из любой ситуации при желании можно найти выход главное не впадать ни в какую панику и как раз ваши основные кармические задачи и входит оставаться на позитиве и десятка чаш говорит о том что вы должны уметь любить жизнь во всех ее проявлениях и ценить ее здесь и сейчас потому что очень много в нашей жизни познается сравнение даже те у кого есть финансовые затруднения я вижу что чуть позже вы все-таки будете восстанавливаться возьмем еще одну карту дополнительного совета для тех у кого есть финансовые затруднения и для вас выпала тройка монет а эта карта все-таки показывает прирост денег возможно вы еще чему-то будете учиться или кто-то будет искать себе подработку кто-то может быть будет пытаться и учиться и работать даже если вы будете сидеть дома вы даже дома не сидите без дела по этой карте и я вижу что вам кто-то еще что-то будет предлагать потому что вас кто-то очень высоко оценивает за ваши знания не стоит бояться что-то в своей жизни независимо от того сколько вам лет карта очень хорошая но теперь посмотрим что в вашей личной жизни начале тех кто в паре для семейных выпала карта старшего аркана папы и карта пятерки мечей я вижу что высшие силы пытаются сохранить или сберечь ваши отношения у кого-то это отношение могут быть длиною в жизнь в которых могло быть всякое разное ранее но вы пытаетесь сохранить взаимоуважение и об этом говорит карта иерафанта по пятерки мечей такое чувство что кто-то вас пытается поссорить и это могут быть даже ваши близкие люди со стороны вашего партнера или партнерши которые могут быть негативно настроены в отношении вас это могут быть какие-то друзья просто завистники эта карта также может говорить о том что партнер вас либо предавал либо в чем-то предает сейчас потому что все-таки это пятерка мечей когда что-то делается за вашей спиной это то из-за чего вам может быть больно я вижу что вы где-то своего партнера или партнершу готовы прощать в очередной раз несмотря на какие-то провокации или язвительно сего или с ее стороны я вижу что вы оба не раз задумывались о том чтобы расстаться и до сих пор это есть и в ваших мыслях и в мыслях вашего партнера тут явно были скорее всего измены раньше либо у кого-то они могут быть и сейчас потому что в расклад все-таки выпала карта шестого старшего аркана влюбленных которая может предполагать в отношениях наличие третьего лица и для кого-то это выбор в любви во взаимоотношениях и не важно кто кому изменял важен факт того что в отношениях было предательство если меня смотрят женщины то вы на своего мужчину во многом можете положиться потому что все таки он не уходит от каких-то обязательств или ответственности но при этом это человек не всегда бывает с вами открыт и откровенен и в отношениях может быть попросту двойная игра в данном периоде ваши отношения мог бы укрепить общий отдых я вижу что вам есть что сохранять несмотря на то что сейчас между вами может быть некоторые разлад но теперь посмотрим что ждет наших свободных тельцов для свободных выпала карта старшего аркана правосудия карта короля жезлов и карта старшего аркана влюбленных явно тут кто-то уже в разводе кто-то еще до сих пор разводится такое чувство что вы до конца что-то с партнером еще не поделили или даже если вы расстались вы до сих пор в состоянии обид и вам кажется что жизнь недостаточно наказала того человека с которым вы были раньше или то что вы с него недостаточно чего-то получили и конечно же вы во всем обвиняете его или ее по этой карте но правосудие говорит о том что в этих отношениях были неправы оба и вы также совершали ошибки я не вижу того чтобы вы полностью отпустили прошлое поэтому и в настоящем вам сложно создать гармоничные отношения даже если вы пытаетесь их с кем-либо создавать по королю жезлов и по влюбленным тут еще может быть ситуация того если меня смотрят женщины что мужчина с которым вы расстались уже после расставания очень много начал осознавать и обдумывать у этого человека может появляться желание вас либо вернуть либо вернуться к вам но и для него это сложный выбор но и для вас это может быть также не простой выбор по влюбленным явно в этих отношениях был кто-то еще и если вы расстались то тут явно могли быть измены если вы с кем-то встречаетесь то по этой карте рядышком с вашими отношениями тоже стоит еще кто-то во всем происходящем вы пытаетесь разобраться и в этом периоде вы хотите во всем расставить точки над и даже если вы по-прежнему свободны вы явно к себе притягиваете по этим картам внимание противоположного пола если меня смотрят женщины то все-таки здесь основной выбор за мужчиной больше чем за женщиной от мужчины зависит больше то как будут развиваться отношения в дальнейшем а женщина в свою очередь или принимает этого человека или не принимает но если кто-то из вас имеет дело с человеком не свободным что тоже очень возможно по этим картам у вас также с вашим партнером могут быть серьезные разговоры по поводу дальнейшего будущего но по звездам я вижу что вы не теряете надежду что будет что-то именно так как вы хотите в скрытых факторах я вижу императрицу пятерку жезлов и восьмерку монет финансовое поле вы будете точно восстанавливать по восьмерке монет те у кого даже были проблемы с работой или учебой тоже наладится много также расклад показывает конфликт для женщины с мужчиной или из-за мужчины или есть какой-то мужчина который против вас кого-либо может настраивать если меня смотрят мужчины тельцы то скорее всего в вашем окружении есть мужчина враг который в чем-то с вами может конкурировать но есть также женщина которая вам во многом будет помогать для кого-то это может быть возлюбленная для кого-то мать для кого-то может быть родственница для для кого-то любая важная особа из внешнего мира, от которой также что-то зависит. На завершение этого периода выпала карта Старшего Аркана Звезд, и она говорит о том, что вы прекрасно отдохнете в выходные, даже если меня осмотрят те, кто захочет поработать или заняться чем-то для души. Эта карта вам ничего не запрещает. Если вы свои выходные спланировали заранее, они пройдут именно так, как вы себе их и запланируете, и даже лучше. Даже если вы будете оставаться дома и никуда не выезжать или никуда не выходить, все равно эта карта может показывать то, что вы засиживаетесь в соцсетях, то, что вы ищете какую-то информацию, то, что, возможно, вы что-то для себя изучаете и также, может быть, с кем-то общаетесь, списываетесь или созваниваетесь. Но эта карта показывает внутреннее умиротворение и внутреннее спокойствие, несмотря на все эти бури, эмоции, которые в вашей жизни могут бушевать. Ну а теперь посмотрим, что в форс-мажоре или в карте дополнительного совета. На дополнительный совет выпала двойка чаш. И она говорит о том, что рядом с вами есть человек, который для вас является хорошим другом и просто надежным человеком. Это карта партнерства, поэтому она может говорить о том, что в каких-то важных вопросах один в поле не воин, и вам нужно с кем-то объединять свои усилия. Прекрасная карта для любви, и она может призывать вас к тому, чтобы вы бросили свое одиночество и начали налаживать свою личную жизнь. И для кого-то эта карта может даже показывать встречи, свидания. Эта карта может показывать любые химические реакции, которые происходят между мужчиной и женщиной, и, возможно, вы почувствуете, что кто-то к вам неравнодушен, и кому-то, может быть, захотеться ответить взаимностью. Также эта карта может показывать любые творческие эксперименты на самое ближайшее время. Эта карта даже может показывать магию. В этом периоде очень хорошо гармонизировать отношения, налаживать с кем-то отношения. И эта карта очень хороша для любовной магии, для любого вида, также партнерства и рабочего характера. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта старшего аркана дьявола. Это одна из самых сложных и неоднозначных карт в колоде. Она говорит о том, что вы можете получить то, что вы хотите, но ваш вопрос в сложностях, либо вопрос ваш в каких-то интригах, либо вам кто-то сознательно мешает, либо кто-то в вашем вопросе вами манипулирует, либо вам придется кем-то манипулировать и играть, или вести с кем-то двойную игру. Простым способом ваш вопрос решить крайне сложно, и показано, что нужно искать какие-то обходные пути или обходные варианты, идя на хитрость. И если вопрос касался любви, то по дьяволу состояние тройственных союзов может оставаться надолго, даже если партнер вам обещает, что в ближайшее время будешь только ты и только я. Если это деловые партнерские отношения, то по дьяволу вам могут пускать пыль в глаза, вас могут в чем-то обманывать, вас могут в чем-то использовать. Но я так полагаю по этой карте, что как раз то, что вы задумали, вы сами хотите получить любой ценой. И для вас важен результат. Карта дьявола – это магическая карта, поэтому я не случайно заговорила о магии. Если вопросы касались магии, и вы спросили, есть ли на мне магия или магический негатив, эта карта дает ответ «Да». И как подсказка могу вам сказать о том, что этот негатив идет от очень близкого для вас человека, с которым вы долгое время общались, или человека, которого вы хорошо знаете. Такое ощущение, что что-то в вашем вопросе недоработано, и по поводу вашего вопроса, либо от мужчины что-то будет зависеть, и с мужчиной вы что-то будете вместе решать или делать. Ну а теперь давайте возьмем несколько дополнительных карт из «Оракула», которые вы также видите в моих руках, и спросим, что еще для вас важно было бы знать на самое-самое ближайшее время, так как это «Оракул». Будьте готовы абсолютно к любой информации, даже к неожиданной. Все четыре карты, которые я для вас достала, достаточно сложные. Начну с того, что первой картой выпал «Аркан смерти». И эта карта может говорить либо о том, что вы кого-то совсем недавно потеряли, и ваша душа неспокойна, либо вы очень много размышляете о жизни и смерти, если рядышком есть кто-то болеющий, возможно, и то, что кто-то по этой карте может уйти. Рядышком выпала карта скрытого, тайного, непроявленного. И что интересно, что в центре этой карты тех, кто хорошо видит, мы видим знак перевернутой пентаграммы. А это тоже может говорить о наличии магии. Или о том, что если в вашей жизни происходят какие-то проблемы в последнее время, то могут происходить они абсолютно не случайно. Рядышком выпала карта немоты, как будто бы кто-то вам хочет закрыть рот, или как будто бы вы кому-то что-то не можете сказать. И четвертой картой выпала карта обмана. Не случайно в ваш склад выпало две пятерки, которые говорили и об интригах, и о чьей-то злобе, и о чьей-то подлости. И по этой карте явно вас кто-то сейчас в чем-то обманывает. И вы с этим обманом еще столкнетесь. У нас есть еще одна карта на дополнение. Эта карта показывает восстановление вас после определенных испытаний. По карте смерти это могут быть любые трансформации в вашей жизни или в жизни ваших близких, которые происходят через определенные сложности по той карте, которая выпала рядышком. Сейчас по центральной карте для вас очень много неясно, непонятно, но скорее всего позже что-то вскроется. И вот эта карта говорит о том, что ваша жизнь начнет приходить в порядок. И дела ваши пойдут в гору, и почувствуете вы себя абсолютно по-другому, потому что эта карта показывает полное восстановление. Уважаемые тельцы, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Подписывайтесь на мой канал все те, кто еще не подписан. Оставляйте обратные комментарии. Конечно же, всем вам замечательной и хорошей недели. Я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до свидания, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok